Всем привет! Сегодня у нас на распаковке маленькая посылка с сайта Алиэкспресс. Внутри у нас ластики для чистки обуви. Обошлись они в 4 доллара. Актуальную стоимость смотрите по ссылке в описании. Доставка в Украину заняла 2 недели. Приехали ластики обернутыми в картонную упаковку с юридично запаянной поверх пленкой. Заказывал два разных. Прозрачный предназначен для резины, гладкой кожи и ткани, а розовый для замши и нубука. На боковой грани упаковки видим инструкцию по эксплуатации. Обратная сторона занята надписями на китайском языке. И на другой боковой экране видим штрих-код и еще пару надписей, но уже на английском языке. По размерам розовый ластик длиной 74 миллиметра, шириной 25 миллиметров и толщиной 15 миллиметров. Прозрачный чуть-чуть покороче, длину 71 миллиметр. Остальные размеры точно такие же. Ширина 25 и толщина 15 миллиметров. По весу розовый 59,5 грамм, а прозрачный 32,6 грамма. Перейдем, так сказать, к испытаниям. Начнем с прозрачного. Напомню, предназначен он для резины, гладкой кожи и ткани. Пробовать будем на белой подошве. Чистку проводим слегка, нажимая на ластик. В общем, трем, удаляя грязь. В процессе чистки образуется небольшое количество шметков от ластика, поэтому лучше это делать, например, на коридоре или же на улице. Как видим, результат вполне приемлемый. Попробуем еще на более грязном участке. Как по мне, результат очень хороший. Пластик со своей функцией справляется. Для сравнения попробуем сделать то же самое обычным канцелярским ластиком. В процессе чистки образуется куда больше ошметков, и более глубоко ввешившуюся грязь он не очищает. Попробуем дотереть этот участок прозрачным. Как видим, после пары движений пятно сразу же начало исчезать. Что сказать, канцелярский ластик в принципе подходит для этой задачи, но более глубоко ввешившуюся грязь он не оттирает в сравнении с прозрачным китайским ластиком. Ну а теперь перейдем к испытаниям розового. Напомню, предназначен он для замши и нубука. К сожалению, испытать его кроме как на старых и и так достаточно грязных ботинках возможности нет. В общем, попробуем потереть в этом месте. Опять же, чистку проводим слегка нажимая на ластик. Как видим, замшу чистят вполне нормально. А теперь давайте сравним с тем же канцелярским. Только на этот раз будем использовать другую, абразивную сторону, так как по структуре она очень похожа на розовый ластик. Что сказать, результат чистки канцелярским ластиком мне не понравился. Попробуем дотереть этот участок розовым. Как видим, со своей задачей он справляется куда лучше канцелярского. Кстати, после чистки поверхность материала выглядит немного взъерошенной, но проведя несколько раз рукой, можно удалить этот эффект. Подведем итоги. В целом, ластики оправдали свои ожидания. Со своей задачей они отлично справляются. Но не стоит ожидать от них то, что они очистят глубоко въявшиеся загрязнения, примерно от масел или красок. Но для регулярного ухода за обувью они отлично подойдут. Естественно, можно использовать обычные канцелярские ластики. Но эффект правда будет не настолько хороший. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»